Но на самом деле представители бизнеса около пяти человек и представители МЦРЯП, там по-моему, два человека. Так, у нас здесь немножечко все цифровое. Основные проблемы, которые выявила наша группа в части информации. Так, еще одна вещь, да? Все увидел. Кто такие госорганы и какие госорганы чем занимаются и чем они могут нам помочь. Нам это бизнесу. Отсутствует информация о возможности экспорта, РНД и науки. Вообще в целом, как пласт, никто не понимает, как это можно делать. Отсутствует информация, кто из бизнес-экосистемы уже за рубежом. Отсутствует или слабая информированность в части правил игры по финансовым вопросам. То есть, как работают налоги, как получать финансы из-за рубежа. Перекидывать именно трансфер денег и всей наличности, так сказать. Отсутствуют курсы для акселерации существующего, устоявшегося бизнеса. То есть, очень много мы говорим про стартапы, но есть устоявшийся бизнес, который работает по каким-то схемам. Ну, чуть дальше дойду до этого. Схемам, которые были раньше. Они сформировались еще в период, когда законодательство было не очень хорошее. Либо до сих пор оно не хорошее. И приходится все, скажем так, до сих пор так же и работать по старинке. Так, следующее получается маркетинг выставки. Здесь сложнее, да? Неясный IT-бренд страны. То есть, вообще в целом отсутствует понимание, чем мы занимаемся. Отсутствие локомотива, объединяющего IT-сообщество перед внешним клиентом. В части R&D и науки. Наука оторвана в целом от бизнеса и слабая коммерциализация вообще научных проектов, научных продуктов. Дальше. Отсутствие сейлхаусы в США для аутсорсинговых компаний. То есть, у нас было две компании, бизнес, которые занимаются именно с Америкой. Дальше идет законодательный. У нас много таких вопросов. Так, первое. Это налоговое законодательство. Есть ограничения на резиденцию в СНОХАП по причине курсовой разницы. Отрицательная суммовая разница. Второе. Ужесточение БВУ. Открытие карточетов иностранным гражданам. Банки второго уровня. То есть, они отменили просто выдачу на территории. Ну, или отменили, или как бы перестали делать доверенности. То есть, не открывая чета по доверенности, тем самым нарушая вообще законодательство. Следующая проблема. Также регистрация временного пребывания иностранных граждан. Отсутствие увлеченности миграционного органа. Решение всех этих вопросов. Наличие единого законодательства. Ну, то есть, усложнена процедура получения РВП. Если очень коротко. Так. Дальше. Негибкость в форматах взаимодействия с налоговиками. Невозможность представить цифровые документы в госорган. Зарубежные инвойсы не принимаются госорганами как документ вообще как таковой. Следовательно. Ну, и так же статистика была приведена. Всего 5% всех, скажем так, резидентов Казахстана генерят 10 миллионов долларов в год. Остальные просто не умеют себя продавать. Ну, это уже прокадры. Там немножко дальше мы дойдем. Налоговики пытаются сгенерировать, да, 10% с роялти там, где этого не должно быть. То есть, они придумывают, либо создают препоны, либо не объясняют и пытаются, скажем так, ну, условно, там, мы писали слово отжать, да, отжать эти 10%. Вот, от людей, которые просто, ну, не понимают иногда законодательство, да. Так, дальше. Несовершенство законодательства вообще в целом приводит к придумыванию серых схем, созданию дополнительных прослоек в других государствах в виде каких-то отдельных компаний, что в целом мешает развиваться компаниям, да, ну, и создает, усложняет вообще в целом механизм. Отсутствуют механизмы по приведению бизнес-моделей для устоявшегося бизнеса. Как я ранее говорил, да, серые схемы, которые были организованы когда-то давно, именно в части экспорта услуг, они приводят, ну, точнее, эти схемы до сих пор устоялись, и это как, ну-ка, теневой бизнес, будем так говорить. Ну, не теневой, ну, короче, нерегламентированный, непрозрачный. В целом есть проблема, да, требуется сократить бюрократию и запросы кучи документов от экспортеров. Вот, то есть, так, дальше следующее. Все, это ключевые, может быть? Так, из ключевых. Проговаривали про то, что отсутствует финподдержка для экспорта услуг именно образовательных, и есть такая часть проблем, да, как отсутствие инфраструктуры на территории, допустим, ну, к примеру, Узбекистана. И мы вынуждены, ну, бизнес вынуждены вкладываться в какие-то цоды и прочее. Ну, не в профильный бизнес, будем так говорить. Так, 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 что еще? Жесткий валютный контроль неоднократно повторялся, да, проблема денег с переводами, так как есть ограничения. И второе, это, ну, такая, на мой взгляд, важная проблема, двойные и тройные конвертации валют по причине отсутствия связи между финн инструментами, такими как PayPal и банками второго уровня, когда приходится несколько раз конвертировать одну и ту же валюту. Так, теперь, ну, в кадрах стоит отдельно прям выделить, необходимость обучения и повышения квалификации для сотрудников в сфере продаж. То есть мы просто не можем продать услуги за рубеж, потому что нет продажников за рубежом, нет аккаунт-менеджеров, которые ведут крупные компании и привлекают их, ну, и показывают, какие услуги мы можем оказать. Мы как Казахстан. Про IT-сообщество в целом, оно пересекается с информированностью и созданием локомотива, да, отсутствие внутренних правил и принципов по работе с внешними заказчиками. На примере украинского IT-сообщества, он работает с внешним клиентом путем передачи потребностей во внутреннее сообщество, то есть если есть запрос, то они обязательно его, скажем так, выполнят, да, даже если сами не могут это сделать. Вот здесь вот оно также, разобщенность IT-сообщества, когда бизнес конкурирует за внешнего клиента и не делится лидами, ввиду того, что боится, что уведут. Развитие мотивации среди компаний для целостного сотрудничества на уровне страны. Так, 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 ну, в принципе, вроде это основное. Что можно сделать для того, чтобы решить это все? Здесь больше про информированность сделали, да, промоушен всех госорганов, которые могут оказать поддержку для того, чтобы пояснить, кто чем занимается и какую поддержку могут оказать. Создание клуба инноваторов для обмена опытом, то есть это уже формирование того самого IT-сообщества. Создать регулярный форум, внедрить портал, где показывался либо iGov, либо аналог для информированности. Astana Hub может поделиться компаниями с резидентами РК, которые представлены за рубежом на портале, и это в целом будет полезно для всех. На площадке Astana Hub собрать опыт IT-сообщества для устоявшегося бизнеса. Так, ну, в принципе, это основное. Ну, дальше есть международные выставки, помощь у них и прочее, прочее. Коллеги, пожалуйста.